11 марта в родильном отделении Даугавпилской региональной больницы появился на свет сотый в этом году малыш. В этот же день здесь побывали с визитом представители Латвийского объединения многодетных семей. Они привезли подарки для мамочек, у которых родился третий ребенок. Такие подарки до конца года планируют вручить 110 многодетным мамам, подарившим своим малышам жизнь в этом медучреждении. По официальным данным, в Латвии третий ребенок ежегодно рождается приблизительно у трех тысяч мам. За последние 10 лет значительно вырос престиж многодетных семей. Нам удалось сломать стереотип о том, что многодетные семьи – это бедные люди, обделенные как в культурном плане, так и в финансовом. Наши многодетные семьи стали очень сильными. Естественно, есть и не вполне благополучные, но таких не более 2-3%. Основная же масса – это прекрасные дружные семьи. В Латвии есть желание создавать большие семьи. На самом деле, это некий феномен на фоне Европы. На данный момент, согласно статистике, 24% всех малышей, рождающихся в нашей стране – третьи, четвертые или пятые дети в семье. В Европе этот показатель едва превышает 10%. Цель акции, которая проходит в разных городах Латвии – не только индивидуально поздравить большие семьи, но и информировать их о возможности получить различную поддержку со стороны государства и самоуправлений, а также предоставить информацию о движении 3+. В Дагу впился около 1100 многодетных семей. Чтобы их поддержать, недавно самоуправление ввело ряд льгот. Теперь обладатели семейной карты 3+, могут бесплатно пользоваться всеми городскими автостоянками. На семью полагается два бесплатных проездных в общественном транспорте. В детсадах детям из многодетных семей обеспечивается бесплатное питание, а при регистрации на летние работы и в летние лагеря доступны дополнительные места. Все эти виды поддержки введены, учитывая мнение дагуфпилских многодетных семей. То, что реально, это то, что необходимо и чем пользуются. Например, стоянка в центре города, когда ты приехал, и у тебя трое детей, и тебе всех их собрать в кучу, а если это маленький, сходить и заплатить, и вернуться, это проблема. То есть сейчас это бесплатно. Также детские садики, когда у тебя три ребенка ходят в садик, и тебе за каждого надо платить на питание, то это набегает довольно ощутимая сумма для любой семьи. А также большой плюс вот этих приоритетов на летние работы и лагеря. То есть тебе не надо одновременно с трех компьютеров сидеть, и каждого ребенка записывать, что практически физически нереально. У нас мы первые, кто подаем заявки с 3 плюс карты, и больше шанс поступить, потому что соуправление, остальные дети не страдают от этого, у кого один и двое, просто дополнительно выделены места для многодетных. То есть мы не забрали чьи-то места, а это дополнительно. Просто нам плюс в регистрации. Чисто практически облегчили нам жизнь. Несмотря на сложную политэкономическую ситуацию во всем мире, количество больших семей в нашем городе продолжает расти. Согласно данным Дагуфпилского отделения ЗАГС, за первые два месяца этого года в 12 семьях родился третий ребенок. Еще в нескольких появились четвертые и пятые по счету малыши. Более подробная информация о видах поддержки многодетных семей доступна на домашней странице года Гимена ЛВ, а также на сайте Дагуфпилского общества больших семей leilasgimenes.lv. Сюжет подготовил отдел коммуникации Дагуфпилского городского самоуправления.